Приступим. Я расскажу о древней игровой приставке, которая называется RCA Stadia 2. Она появилась в 1977 году, и ее необычность в том, что это одна из первых двух игровых приставок с микропроцессором и с возможностью вставить какой-то картридж с игрой. Вот вы видите изображение, так сказать, фотографию. Были в 1977 году вообще на две приставки. Вот это вот, RCA Stadia 2, и Firechild Channel F. Примерно практически они в один год выше. То есть вот это там, по-моему, на месяц раньше. И она практически сразу проиграла конкурентную борьбу. То есть вот эта машина, она была выпущена в количестве 64 тысячи экземпляров или что-то типа того. И потерпела полный крах. Значит, при том, что это еще усугублялось тем, что она очень низкого качества у нее видео, звук, о чем я сейчас расскажу. И в 2008 году журнал PC World делал исследование на тему, какие игровые приставки, ну вообще за весь период до 2008 года хорошие, какие плохие. И вот эта машинка была названа худшей. Худшей в мире до 2008 года включительно. Причем, ну, на самом деле, хуже и действительно не видел я лично. То есть, возможно, они правы. Немного истории. Значит, с чего все началось. Раньше были очень популярны вот такие, ну, тоже назовем это игровые приставки, да, типа Понга. Наверное, многие видели хоть где-нибудь, да, хоть на картинке. Значит, эти приставки не имели, как правило, никакого микропроцессора. Значит, были сделаны на обычной, там, ТТО или не ТТО, там, логике. Имели два потенциометра и два игрока могли управлять этими ракетками и скакал шарик. Советская была похожая, лет на 10 позже выпущенная, или на 15, видеоспорт. Тоже может быть видеть. Продавалось. И вот, после этого Понга, в частности, вот компания RCA тоже выпускала подобную штуку. Их там было, на самом деле, много. Там Magnaux Odyssey 1, Atari, вот, которая наверху. Их было много. И потом RCA в 76-м году, по-моему, в 76-м, сделал процессор свой собственный. Сначала они сделали процессор CDP-1801. 1801 это абсолютно то же самое, что это, только в виде двух чипов. То есть, в одном чипе там, по-моему, арифметикологическое устройство, регистр, в другом все остальное, или как-то так. И потом, практически в том же году, они выпустили уже вот это 1802 в виде одного чипа. Он, этот процессор знаменит тем, что он летал на Юпитер. Был такой проект Галилео 90-е. Сам по себе интересный проект. Есть очень хорошая книжка на английском на эту тему. Рекомендую читать, как они там решали проблемы. Суть в том, что, ну, известно, что около Юпитера достаточно большие проблемы с радиацией. Она там очень интенсивная. Соответственно, чипы там дохнут, пухнут и дохнут из-за этого. И они сделали вот это 1802 в версии кремния на сапфире. Значит, радиационно устойчивый. И их поставили туда 6 штук. Причем 6 штук поставили в разные места. То есть, они их максимально разнесли с тем, чтобы, если прилетит какая-нибудь частица особо высокоэнергетичная, она там прошибла там 1 или 2, да, но никак не все. То есть, вероятно, что максимально снизить. И они друг друга дублировали. И СОС, значит, был написан так, что они контролировали, как работает сосед. Ну, понятно, у каждого своя зуба, вот там, пузыль и так далее. Вот. И, кроме того, почему они еще выбрали этот 1802, потому что могли другой, в принципе, сделать, тоже кремния на сапфире. Потому что он позволял очень сильно снижать тактовый вход до нуля. И потом восстанавливаться. Он, как бы, был очень некритичен к питанию, к тактовым частотам. В общем, он очень хорош был с этой точки зрения. Это же любой процессный мозг. Критическое питание, любой нужно. Ну, тогда, тогда это было чуть ли там, если не единственное, то один из немногих. Z8 в мозг тоже был статичный. Тогда выбора не было реально у людей. По крайней мере, так пишут. Я, как бы, свечку не держал, ничего не могу сказать. Но вот такая аргументация была. И вот. Кроме него, он еще использовался во всяких военных проектах. И то ли в GPS американском, то ли где-то еще в каком-то спутнике. И потом RCA на базе вот этого 1802. На самом деле, он изначально назывался Космак. Или Космак, я, честно говоря, не знаю правильное ударение. Космак, допустим. Сам процессор назывался Космак. Вот это вся архитектура. Потом, когда он вышел 1802 в процессор, стали называть так процессор 1802. А Космак стали называть всякие машинки, сделанные его основой. Все подряд. Таких машинок было, на самом деле, там, чуть ли не десяток разных. В основном они выглядели вот примерно как на картинке. То есть, нечто с тумблерами, там, несколько чипов, лампочки. И ты сидишь и радостно набираешь команды, значит, переключая тумблеры. К нему выходили всякие дополнения, в частности, видеоконтроллер. То есть, вот здесь можно видеть, что вот эта штуковина с тумблерами, да, там стоит чип еще один, и рядом вот некое изображение. Что интересно, несмотря на то, что вот это все было в таком виде конструктора, это все публиковалось в журнал в то время, в итоге, вот в этой RCA-стадио, про которую я буду рассказывать, архитектура очень слабо отличается от того, что там было. Она реально отличается, в основном, там, содержимым ПЗУ, и то не сильно, и количеством памяти. Ну, это вот кто-то шутил на тему того, что я нашел, значит, метод программирования микропроцессора еще хуже, чем переключатель на панелях, да. Человекность втыкает резистор в плату. Вот. Это очередной, вот после вот этих Космак-эльфа, Космак-випа, Телмак. Здесь уже видно, что клавиатура некая к нему приделана, магнитофон, судя по всему, он там, и, соответственно, унитур. Но это все из той же серии, то есть он в архитектуре абсолютно такой же. И вот это уже совсем предшественник RCA-стадио, назывался Космак-фред-2. Мужик, в общем, хотел сделать на базе вот этой архитектуры, вот этой Космак, и вот этих всех эльфов и так далее, серьезную машинку, ну, сравнительно серьезную по тем временам. То есть этот Космак-фред, он не продавался, он там был сделан в двух или трех экземплярах, но у него был магнитофон, там достаточно приличный азут, пузову, в принципе, на него можно было реально что-то писать. Это вот у него так выглядела панель, и слева кассета вставляется. И вот уже вот следующим, после вот этого Фреда, вышел, ну, вот опять я покажу картинку, собственно, вот эта приставка, RCA-стадио-2, с такой же архитектурой, про которую я сейчас расскажу. Игры под нее, но вот на выставку я там поставил, включил, любой может подойти посмотреть, выглядели примерно так. То есть у него было внутри встроенных 4 или 5 игр, и на картриджах продавалось, по-моему, 10 или не больше игр в сумме. Выглядели они примитивно, понятно, да? Причем все это достаточно сильно тормозило. Характеристики у него примерно такие. Ну, процессор, понятно, 1802, 178 МГц, причем вот эти 178 МГц, они на самом деле очень медленные. Из-за того, что там по ряду причин, как касается именно самого процессора и архитектуры. В общем, считайте, что, ну, 6502 тут многим знаком, ну, считайте, что это, ну, медленнее, чем 6502 той же частоты, но раза в 2-3 примерно, ориентировочно. Он восьмеразрядный процессор, но у него 16-разрядный регистр есть. Далее. Азу в машинке 512 байт, но из них 256 сразу идут под видеопамять. Видеопамять, чтобы отображать 64 на 32 точки, два цвета, черный и белый. Цветок не предусмотрено. Это, наверное, единственная приставка без цветов, и, честно говоря, других не знаю. Вот, они выпендрились, поставили себе памятник. К ЗУ 2 килобайта. Там простенький views. И, кроме, собственно, каких-то таких базовых вещей, типа, там, обработчика прерывания и так далее, в BIOS прошит виртуальная машина. И вот с этой точки зрения момент достаточно интересный, потому что все вот эти Космак и Эльфы, все вот из этой серии машинки, они тоже, вот, была там реализована в пузу виртуальная машина. Потому что там в основном приложил руку один мужик ко всему этому, ему, видимо, было каким-то причинам интересно, значит, вот сделать так. Виртуальная машина, ну, она немного напоминает, там, шитый код в полфортовский. Но смысл в том, что есть некий набор под программ, там, вывод простых спрайтов, значит, там, издать какой-нибудь звук, получить случайное число. В общем, заточены под игры. Виртуальная машина. И, соответственно, одна команда — это один байт. Значит, ты, там, некий параметр. Значит, одинакового размера все команды. К чему привело вот это все с виртуальными машинами? К тому, что все эти игры, что на Космаках, что вот на RCA стадио стандартно, они дико медленны. То есть они просто тормозят так, что это просто видно, как они тормозят. Не важно, что они там происходят. Вот. Но зато их можно переносить. Несмотря на то, что на RCA стадио, вот на этой виртуальной машине немного отличается. То есть на тех машинах она называлась Чип-8, а здесь она называется С-Т-2. Но, в принципе, люди очень быстро написали интерпретаторы вот этого Чип-8 для RCA стадио. И у них все эти игры, которые были для Космаков, для вот этих всех там десятки, они прекрасно пошли сразу. То есть человек пишет, там есть ролик на YouTube, говорит, я просто в шоке. То есть я написал, запустил, все заработал. То есть настолько как бы все было грамотно сделано. Но медленно. Уже позднее, там, начиная с 2000 года, как модно среди многих старых архитектур, люди стали делать homebrew игры, да, уже вот на современных технологиях, так сказать, современными знаниями, с кросс-средствами. И они, конечно, писали на ассемблере. Вот. И было написано, ну, тоже примерно десятых игр на ассемблере. Картридж. Да, собственно, нюанс еще с ПЗУ. Идея в том, что, когда ты вставляешь картридж, у тебя половина пузыла отрубается. То есть у тебя доступен только один килобайт, необходимый. Вот. То же перекрывает, соответственно, пространство. Картридж один килобайт. Ну, игры, на самом деле, они все где-то до килобайта. Там теоретически могли быть картриджи больше, но я не видел и не слушал об этом. Видеочип. Видеочип тоже той же компании, RCA. Значит, 1861, Pixie. Он очень элементарен в том плане, что там никаких не спрайтов, ни аппаратного скроллинга, ничего вот этого, всех излишеств, как бы, как мы любим. Там ничего нет. Соответственно, там просто 64 на 32, на 32 точки и черные и белые цвета. И ты можешь либо поставить точку, либо нет. У тебя как бы выбор невелик. Тем не менее, у него есть DMA. То есть, можно перекачивать с процессора по DMA туда данные. Достаточно удобно. Звук. Звук, конечно, они, опять же, выделились. Для звука там стоит, ну, многим знакомым имеет 555, значит, который просто умеет пищать. И он присоединен к порту, значит, в этот порт либо единичку записываешь, он начинает пищать, либо ставишь 0, он перестает пищать. Вот. Частота 625 Гц. Все, вы ничего не можете изменить. Никакими средствами. Там все очень просто. Причем, ну, поскольку они когда это делали, понятно, они хотели дешевле и проще, они понимали, что это как бы, ну, что-то маловато вроде. И они присобачивали туда еще конденсатор или RC-цепочку, не помню. И благодаря этому, как там написано, сделано некое затухание звука. И это затухание пропорционально длительности. То есть, если у вас длительный писк, он просто писк. А если короткий, он как-нибудь. Вот. Такое, значит, разнообразие обеспечивается этим. А DMI? В чип процессор встроен или на отдельном чипе? В процессор встроен внутри процессора. Ну, карта памяти, собственно, интерпретатор BIOS, встроенные игры. Да, отключается, собственно, когда вставляешь картридж с игрой, вот эти встроенные игры, они отключаются. Ну, потому что, понятно, они не нужны. Значит, собственно, картридж 1 килобайт, 256 байт в вашем полном распоряжении, экран тоже 256 байт, и дальше там некое пространство, которое, в общем-то, резервировано, но неизвестно, видимо, оно не используется никогда. Еще насчет видео-чипа. Несмотря на то, что вот он такой весь из себя примитивный, есть некие способы из него вытянуть побольше. Ну, во-первых, значит, из стандартных вещей, сразу скажу, что там есть прерывания по кадру, то есть можно повесить, ну, не то, что можно, в биосе он уже есть, обработчик прерывания, который будет по кадру каждые, там, 1,6 секунды вызываться, и там что-то можно делать. Собственно, весь вывод изображения, вообще, в принципе, через этот тип, он обеспечивается программно. Ну, как программно, почти программно. Если вы выключите прерывание, например, у вас изображение сразу пропадет, процессор выключить. В обработчике делается очень просто. Вы указываете там определенный регистр, адрес, откуда берется изображение, и дальше через DMA оно тупо записывается в сеть. Прямо подряд. Поэтому, в принципе, у вас есть некий простор для воображения. Простор заключается в чем? В общем, нативное разрешение этого типа, вообще, ну, вот аппаратное, оно не 64 на 32, а 64 на 128. То есть, в принципе, разрешение достаточно высокое. Вот. Тоже два цвета. И, но это бесполезно. На практике, с той точки зрения, что у вас всего 256 байт памяти, ну, вообще всего 512, да, и вы, ну, вот как не корячитесь, все равно не сможете такое разрешение отобразить, потому что у вас просто памяти не хвастит. Соответственно, можно что сделать? Да, как сделано в обработчике, как это избегается, решается эта проблема? Там просто дублируются строки. Вот. То есть, берется 256 байт от видео, и дальше выводится там строка 4 раза. Вот одинаково. У вас получается как бы 64 на 32 раз решение. Причем, поскольку она там кратно не делится, последние строчки там добавляются как-то хитро. В общем, обработчик реально сложен. Вот. Если этот обработчик там даже 64 на 128 написать, он вообще элементарно будет там в три команды. Соответственно, вы что можете делать потенциально? Ну, я попробовал, не стал это использовать, ничего, оно работает. Можно сделать следующее. Можно использовать вот это разрешение 64 на 128, но при этом выводить кусками изображения, да. Ну, допустим, у вас в памяти 256 байт, на 64 на 128 не хватит, на 128 строк. Но вы можете взять, допустим, первые 10 строчек что-нибудь нарисовать, потом не делать ничего, ниоткуда не выводить. Потом, значит, опять заново начать рисовать с нужного адреса. И у вас получится полоска, да. То есть, в середине где-то просто пусто, там память не нужна, а дальше что-то будет выводиться. Вот можно так сделать. Опять же, с целью экономии они в ПЗУ даже не запихали алфавита. Там нет букв напрочь никаких. То есть, даже не вывести толком надпись. Я интро писал, но вот для этого соцветания интро-конкурса. Более того, ну, цифры им были нужны, понятно, потому что игры, да, надо как-то вводить счет хотя бы. Но даже здесь они сэкономили. Вот здесь вы можете в середине видеть, да. Но обычно в ПЗУ, когда смотришь, там знакогенератор, да, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Здесь не так. Здесь вы видите 1, 3, 5, да. Почему? Потому что кто-нибудь понимает, почему? Да, да, да. Можно сэкономить, и с середины взять, и получится другая цифра. Я когда увидел, сейчас я вообще не понял, что это они как бы… Ну вот, да. Соответственно, справа наверху видеопамять, но тут ничего сложного. У вас просто 8 байт каждая строчка, и подряд они идут. То есть все элементарно. Процессор. Процессор восьмиразрядный. Он действительно восьмиразрядный. Но, тем не менее, у него есть аж 16 разрядных регистров. Что на самом деле, конечно, немного извращения. У него есть один аккумулятор D восьмиразрядный, с которым воспроизводятся все операции. У него есть регистр флагов из одного бита. Только флаг переноса, больше ничего нет. Ну, в принципе, есть еще флаг прерывания. Да, он там отдельно, как бы ладно. И у него есть два интересных регистра, четырехразрядных. P и X. Идея заключается в следующем. Вы можете… Во-первых, если вы заметили, среди регистров нет PC. Нет счетчика команд, в принципе. Вот. Его действительно нет. Потому что счетчиком команд, указательным команд, инструкцией может быть любой регистр R. Вы просто пишете там SEP, допустим, там R9. И с этого момента, после исполнения этой команды, у вас R9 становится PC. И дальше все идет, значит, по адресу, который хранился в R9. И R9 увеличивается радостно. Вот. Потом вы пишете SEP куда-нибудь в другое место. И у вас дальше все в другой регистр начинается. Чем это прикольно? Это прикольно тем, что можно очень быстро писать, например, там пять подпрограмм, грубо говоря, да, и переключение между ними будет очень быстро. Вот. Ну, понятно, там никакой стэк, там никого стэка нет, ничего тут сохраняться не будет, но тем не менее. И есть регистр X, который он делает примерно то же самое, только не для счетчика команд, а для индексного регистра. То есть вы можете сказать, что там команда SEX называется такая. И вы пишете там SEX R8. И после этого у вас последующие некоторые команды используют в качестве индексного регистра R8. Ну, индексный, понятно, да, там, значит, брать из какой-то ячейки памяти по какому-то адресу значения. Вот. Да, еще один момент, но он такой неважный, но все равно. Есть Q, это один гид, который завязан на звуковой генератор, то, что я говорил. Все просто, это порт, включается или выключается на выходе. просто ножка микропроцессора, единица или ноль. И есть T, в нем сохраняются регистры X и P, когда вызывается прерывание, и потом устанавливается. Собственно, ну, немножко как выглядит код, да. С одной стороны, вообще процессор, ну, во всем, любят люди, когда им какой-то процессор нравится, да, они начинают писать, ну, вот смотрите, с этого процессора начались все риски, да. Вот, там, вот, это первый риск. Обычно P6502, так говоря. Вот, люди, которые фанаты 1802, они про него говорят, что это первый риск. Он действительно кое в чем похож, все команды очень короткие, но их нужно много. То есть, здесь простой случай, да, в R6 надо занести число. У вас 4 команды. Вот, то есть вы реально, это очень много, на вот это все уходит. Причем, у вас даже нету возможности поменять местами половинки R6. То есть, вот, все должны делать таким вот, в фитхом образом. Так выглядит цикл, ну, типичнее. Да. То есть, там, уменьшаем R7. Содержимое R7 кладем в аккумулятор и проверяем 0 или не 0. Да, стандартная тема. Ну, там, значит, близко, аналогично, там, допустим, добавляем 2 к аккумулятору, значит, ну, к 3, это к 40, типа как CMP используется. если 7, то получается 0 в аккумуляторе и опять же цикл. Такая штука. Вызов под программу. Собственно, то, о чем я говорил. Достаточно странный, он реально странный. То есть, ну, это простой случай. Реально бывают, конечно, случаи сложные, когда там надо сохранять переменные, организовывать стэк, но не будем этого углубляться. Аппаратного стэка нет. Стэка нет, аппаратного нет. Тогда вообще, на самом деле, мало процессора было с аппаратным стэком. Реально мало. То есть, были просто некие команды, чтобы его было легко организовать. То есть, люди не запаривались на эту тему. Потому что усложняется лишнее осложнение кристалла. Так вот, вызов под программы. Что вы делаете? Сначала у вас, допустим, PC, указать инструкции в регистре А3. И все хорошо идет. То есть, вот, начинаю с этого места. Все хорошо идет. У вас там что-то, какая-то программа. Вот. Потом вы, значит, хотите перейти к программе. Вы кладете в R14 адрес под программу. Да? Scroll. Ну, понятно, младшая и старшая байт. Вы кладете. Сама под программа, ну, я здесь криво написал, короче, scroll-то сад. Забыл. Вот. Короче, адрес под программы. И положили в R14. И дальше, когда хотите к ней перейти, вы делаете CEP R14. У вас PC становится R14. И все идет вот там вот уже. Но проблема заключается в чем? В том, что вернуться оттуда не так просто. Значит, если вы сделали бы не как здесь написано, а просто CEP R3, то есть на предыдущей PC, у вас бы вы оказались не там, где надо. По той причине вы не смогли бы сделать еще один вызов. Поэтому там делается достаточно хитро. вот вы значит перед CEP R14, вы оказали здесь, что-то выполнили, после чего вы безусловно переходите сюда и возвращаетесь. То есть понятно, чтобы у вас адрес был на начале. И тогда вы вернетесь вот сюда и сможете выполнить следующее. И в таком вот дуфе. Это какой-то кросс-ассемблер? Это кросс-ассемблер, но он выглядит так же, как обычно. А что за кросс-ассемблер? Осм-икс. Осм-икс. Под этот процесс да, но он не только под этот широкого. Он широко не только под этот. Ну, хороший ассемблер, нормальный. То есть как бы никаких вопросов. Да, но поскольку я писал он true, надо было как-то все это дело туда загрузить, чтобы посмотреть. Ну, потому что на эмуляторе неинтересно. Понятно, что на эмуляторе удобно проверять и писать, но не то ощущение, как сказать, посмотреть результат. Я вот уговорил с трудом вот товарища Тима Ташплатова, который у окна сидит сзади. Все на него посмотрели, он спрятался сразу. Так всегда. Вот. И он сделал такую штуку. То есть расковырял картридж, там один с игрой, который был. Сделал такую плавку, там флешка EEPROM 28C16. И чтобы, собственно, мне проверить что-то, я у него взял программатор Triton, соответственно, прошиваем эту флешку, переставляем сюда, он думает, что это картридж, все это включается и смотрим. Такого плана штука. Вот. Да. И, собственно, я написал он труп, который вы увидите, но кто будет смотреть сегодня на тайне интро-компу. Интра, конечно, ну, тут, как бы, что, во-первых, я запущу, будьте, будьте первыми, да, но правила это не нарушает, потому что нельзя дотсаться, да, но мы же уже насосы. Я все продумал. Так, у меня видео было записано. Аппарат на эту машину по никто не повторял? Ее делали клоны. Есть клоны, да. Причем клоны какие-то странные, то есть они реально, например, японские в Японии почему-то делали клоны этой машины. Я так понимаю, там 2 дефицитных деталей, это видео-чипы и процессор. Ну, их не трудно было купить, то есть, как бы, это не проблема, просто, ну, никому не нужны были клоны, а тут почему-то японцы сделали. Их много клонов и они не совсем совместимы. Монитор, Сонька, чертая. Это типа бибикает машина, если кто не догадался. А у мерцания идет? Мерцание это просто, потому что цветы камеры переснимают, к сожалению, не сбежать. Вот. Ну, тут понятно, да, как бы параллакс, типа, три с разной скоростью. Четы, звезды, ну, звезды, да, просто, скажем, очень медно двигаются, мы этого не увидим до конца семинара, как она сдвинется, но вы поверьте, что, собственно, как я говорил, аппаратного устроения ничего нет, поэтому это все просто двигается в видеопамяти, причем исходим, кстати, я отдам, в смысле выложен, вот, причем, но если двигать весь экран целиком, память перезаписывается, то не успеете из обратных вот луча, это все будет мелькать, дергаться и будет очень некрасиво. Соответственно, здесь сделано не так, но звезды рисуются, понятно, заранее, значит, вот эта вот дорога, это вообще, высотой в одну строку, в один пиксель, значит, эти две линии неподвижны, просто рисуются, как и звезды, и дальше вот здесь 8 пикселов высотой и вот здесь 8 пикселов высотой. Через SHLC скроллится все это, да, то есть сдвиг влево с переносом, перенос берется из предыдущей ячейки, ну, стандартно, короче говоря, схема, кто знает. Ну, звук понятный, чего как бы там, да, в общем, ничего более, такого гармоничного не смог придумать со звуком. Вообще говоря, выглядит все это дело просто, чтобы указать, да, если видно. Выглядит так. Ну, это исходник, это интри. что, что-то сделать. Он короткий, а просто подсветку выключите, чтобы все все команды одинаковые. Так, а там комментарии, это не команда, то, что сухого. То есть, то, что белым, это то, что нужно видеть, а все остальное здание, да, сейчас я покажу. То есть, это не из ПЗУ, это опять же часть интри. Что-то все повисло, что ли? Реально повисло. Да. Это на самом деле не видно, вот это после гибернети, какая фигня. Заража, а? Что-то перегрузили. Что-то перегрузится. пока перегружаемся, я скажу еще вот что. Дело в том, что у этой машинки, во-первых, кому она проиграла состязание? Проиграла она Atari VCS. Потому что вот эти две машинки, RSA Stadio 2 и Fireshield Channel F, которые вот почти одновременно вышли. Channel F, он был на самом деле близок, но там было чуть-чуть повыше разрешение, у него были цвета. 8, по-моему, цветов. То есть он был просто крут. и они обе проиграли вслед из-за VCS, который вышел через год. То есть у них был всего год, чтобы хоть как-то раскрутиться. Вышел VCS, и это все перестали покупать мгновенно. у них были попытки продлить, так сказать, агонию. Ну, поскольку RSA крупная фирма, она выпускает чипы в большом количестве, выпускала, то есть для меня это приставка побочный бизнес. Они пытались сделать RSA стадио 3 и сделали ее. Было сделано сколько-то там, стоили, 500 экземпляров, не знаю, продажу они не пошли, то есть они не успели. Но у некоторых людей она есть. В принципе, на самом деле, там было понятно, что, конечно, хорошо, что она не пошла в продажу. Отличие там было в том, что разрешение было такое же, но были цвета. Вот. Было, по-моему, 8 цветов, причем они задавались каким-то хитрым способом, потому что они не стали ставить другой чип, а поставили еще один в параллель. И, в общем, там какая-то жесть была. Реальная жесть. Ну, круто. Значит, обновляться сейчас будет. Самое время. Да, конечно. Мы видели там 16 регистров в 16-й год, 256 байт памяти. То есть это и есть та самая в раму, либо в раму... Не-не-не-не-не. Регистры в процессоре. Вот в отличие от некоторых других мы будем показывать пальцем процессора. Здесь все честно. Вот. То есть здесь внутри процессора вот эти 16 регистров, они настоящие регистры. То есть, по сути, есть ли не 256 байт, а 256 видеопамяти, 256 памяти, 256 регистров. Ну, кто считает регистры за память, да? Ну, что нужно. То есть, программировать в чем-то должен, правильно? Да. Отображаем мы в видеопамятие, можно ли переключить программу на другие чеки? Да. Да, конечно, можно. То есть это можно делать скроллить? Вертикально, можно, да. Но, опять же, чтобы скроллить, нужно, чтобы было куда, да? А если у тебя 256 байт, это вся память у тебя? Как бы, ну, ну, хорошо. Допустим, ты там ужмешься, добавишь 128. У тебя под твоей нужно останется там под программу 128. Ну, под данной программы 128. Ну, что-то там на скроллишь. Ну, как бы. Ну, хороший вопрос. Честно говоря, ну, вот Янка, когда эту интро писал, мне это, ну, как бы не понадобилось. Я, наоборот, старался, чтобы этого не было. Потому что, как я говорил, там даже не поменять местами байты. Там вообще ничего не сделать. И чтобы, например, сравнить что-то, да, в цикле, да, сравнить, закончился ли, собственно, цикл, тебе все равно надо из этого R-регистра перемещать в аккумулятор, который у вас медитный. Поэтому, если у тебя цикл больше чем 256 раз, вот, тебе придется какую-то жуткую операцию провернуть, чтобы проверить, закончился ли он. Но там инкремент, хотя бы есть регистр увеличивается? Да, да, да. Инкремент есть. Это круто. То есть там есть инкремент, есть декремент. И не до 16 битов на регистр, да, да, 16 битов. Аккумулятор нельзя. Аккумулятор нельзя. Вот. То есть там, короче говоря, все, что можно сделать с 16 вот этими R-регистрами, 16 разрядными, это увеличивать, уменьшать и перемещать в аккумулятор одну из половинок и из аккумулятора в половинку записывать. Все. А сдвиги тоже нет. А чего? Сдвиги. А не в аккумуляторе. Я не... Не твои сдвиги. А, сдвиги. Сдвиги только на аккумулятор, да. Вот. Есть сдвиги, значит, циклического нет. Есть влево-вправо сдвиг и влево-вправо сдвиг с переносом. Вот. То есть все, короче говоря, все операции, типа там сложения, вычитания, эти самые, всякие XOR, OR, и NDE, все только с аккумулятором. Вот. Иначе никак. Соответственно, это все реально ограничивает как бы возможности. И... Да. Но с другой стороны, вот из-за вот этого регистра X и вот этой команды SX классным по названию. Вот. Значит, можно очень сильно сокращать программу, потому что у вас есть команды, типа загрузить в аккумулятор содержимое ячейки памяти, на которую указывает регистр вот этот X, да. Вы один раз его где-то наверху указав, он у вас всегда используется. Есть командочка такая же загрузки с инкрементом. Вот. Ну, короче говоря, там как бы так на пальцах не очень хорошо объясняется, но в общем, можно сокращать. Ужимает несколько там, три команды до одной. Вот. То же самое сохранение обратно. И, собственно, еще из инструкций интересных, есть инструкции установки вот этого однобитого порта сек и рек, да, которые звук включают, выключают. И есть инк и аут. Значит, две команды, которые позволяют писать порты, но, к сожалению, от конкретного TRCA там это ни к чему не подключено. Поэтому толку с этого никакого. То есть вы там пишите, не пишите, ничего не изменится. однако, что прикольно, ну, если бы это было реализовано, что аут, по-моему, умеет при этом увеличивать регистр, регистр, который указывает на ячейки куб памяти, откуда берутся данные. Ну, то есть, можно блоками, короче говоря, достаточно хорошо так писать. Вот. Из памяти. Значит, так, что еще сказать? А портов столько же, сколько адресных лазов? Ой, по-моему, у него 4, 4 пина на порты, по-моему. По-моему, 4. Но они практически не используются. Кстати, вот в наше время вообще интересно, что, ну, все знают, что это был такой Альтаир, да, машинка с этими стумблерами, да, на которой этот Билгейс писал в свое время там первый слой DOS, да, и так далее. короче, раскручен. Basic, да, Basic. Раскрученная машинка, поскольку ее показывали в кино всячески, сейчас она там стоит кучу тысяч баксов денег на eBay, там вообще какой-то немеренно стоили 200 тысяч, вот. При том, что ящик там вообще 80-80 процессоров, какая-то Ольга. Так вот, про нее все знают. А вот про этот Cosmark, например, не знает практически никто у нас, по крайней мере. В то же время это была, но с поставимой линейкой, только параллельно, параллельно шло. Тоже как вот был 65-02, например, тоже там были вот эти с тумберами, какой, и, и чего-то, и чего-то, ким-1, ким-2, да, по-моему, да, вот. Тоже была третья линейка, такая параллельная. Все неизвестно, и есть очень много фанатов. и, соответственно, люди сейчас уже делают там, повторяют все эти космаки, вот, ездят с ними на современной элементной базе, вот, в таком вот духе. Как-то так. Ну, тут на самом деле все зависло. Потому что пишет не выключайте компьютер, но, как бы, я его не выключаю, но толкно. Вот. В принципе, я там на самом почти все рассказал, поэтому... А все их больше процессоров не выпускало, закончили? Значит, вообще интересно, что Арсей их в какой-то момент действительно перестал выпускать, но начал выпускать интерсил. Значит, интерсил стал выпускать по той причине, что вот эти кремни на сапфире, да, радиационно защищенные, они реально были нужны. Но вообще известная тема, что в космонавтике в этих всех автоматических станциях обычно используют старые чипы, да, то есть там никому не нужны новые, современные, вот эти с кучей гигагерц, потому что они... Вот они, да, они там меньше транзистора, и они, как бы, крайне нестойкие к радиации. Там используют старые. И 1802 до сих пор выпускаются. То есть он называет чуть-чуть по-другому, но он тоже 1802, интерсил выпускает, и народ, в принципе, покупает там иногда. Я видел, ну вот буквально там вчера на ebay случайно заметил, продавался 1802, старый, старый 1802, на, то есть она в керамическом корпусе, 50 баксов. у него исполнение одно-единственное этого процессора, то есть нет повышенной помехи, защищенности, пониженной... Вот это я не знаю, но как минимум бывает в керамике вот этот вот, и обычные, которые пластмассовые, которые вот в моей машинке. технологии производства и мозг? по-моему, там симус, по-моему, симус, я как бы точно не помню, по-моему, мне так казалось. А дело в том, что... Ну, это нам сейчас, как сказать, легко, да, так рассуждать, что как же они могли, это никто бы не купил. Вот реально тогда, когда делали какой-нибудь, там, тот же Apple 2, да, многие говорили, кому он нафиг сдастся, зачем, да, компьютер дома кому-то, ну, реально, нафига не надо. Вот. А получилось не так. Люди пробовали, там буквально в течение нескольких лет, там вот 76, 77, 78, было упущено огромное количество всяких китов, да, всяких вот этих плат для радиолюбителей, да, все что-то собирали, вот, и каждый пытался вклиниться в этот рынок, потому что никто не знал, на самом деле, что выстроить, реально никто. Вот. И кому-то повезло, да, вот, а кому-то нет. Ну, повезло на самом деле не обязательно каким-то объективным причинам, по-всякому бывает. Процессор необычный, то есть он не то, что он очень хороший, но необычный. А вот помимо этой интро, какая-нибудь демоксана, наверное, на машинке есть? Я думаю, что моя первая. По-моему, маньяков, нет, я не нашел, я искал, я искал, и не нашел. Вот. Игры, да, вот, есть единственный человек, единственный человек, который написал вот эти 10 игр, которые после 2000 года, да, вот, он нашел Assembler, он там что-то подкрутил, чтобы это все можно было скомпилить, вот, он там даже написал новый обработчик прерывания, он не использовал, но он там пишет, что какой классный обработчик прерывания я написал, что вот, в отличие от того, что в биосе, этот не портит 3 регистра, вот, это типа пользуйтесь, это же круто, вот в таком духе. А, собственно, вы первые, кто его увидел, да. Но я ему пошлю, я ему пошлю, напишу спасибо, потому что я исходники его игру смотрел, как там что-то делается, потому что многие вещи не очевидны, вот их. Он не из Японии? Нет, он какой-то Ричард, или Ричардсон, по-моему, из Англии, скорее всего. Но машинка, конечно, в Америке была почти исключительно популярна, но и клоны вот в Японии были. Клоны, ну, как клоны, я почему сказал, что они не совсем совместимы? Дело в том, что они в плане, там тоже виртуальная машина, тоже интерпретатор, вот этот, вот СТ-2, и, конечно, все игры, которые были нормально написаны, как надо, они все работают, да, но если вы будете писать на Ассамбре, работать не будет. Ну, то есть там адресация может быть другая, там еще что-то, по мелочи, вот такие вещи. Какое происхождение этого эмулятора эмулятора? Да, эмулятор, значит, эмулятор, да, про эмулятор я не сказал, значит, эмулятор был написан, да, тем же человеком, кстати, ты прав, ну, потому что не очень много людей, которые будут возиться, серьезная заморочка, на самом деле, эмулятор процессора, архитектура, видеочипа, да, при том, что тебе явно за это, ну, скажет спасибо, но не более того, эмулятор называется, эмулятор, не знаю, в честь жены, или там, в честь собаки, кто его знает, вот, под Windows, причем с отварчиком, причем там можно на Ассамблере писать, прямо в эмуляторе, ну, криво, но можно, человек заморочился очень, хорошо, скажем, про это нигде не написано, потому что, ну, это очень сложно посчитать, этих клонов было штук пять разных, разных марок, штук пять, и чисто по ощущениям, по ощущениям, я думаю, что их было выпущено, но, допустим, в сумме сто тысяч еще, примерно так, вот, если искать на ebay, то клоны попадаются, они бывают, но вот это чаще бывает, вот это чаще бывает, она была куплена, опять же, спасибо Тиму, я ее купил в нерабочем состоянии, то есть, мужик там прямо так описал, что она как бы неизвестна в состоянии, у нее был оторван, не было блок питания, причем, интересный момент, у нее блок питания, значит, видеовыход, штатный, у нее через блок питания идет, то есть, прямо из блока питания торчит видеовыход, да, да, давай, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, да, вот он заморочился. Причем, когда я ему ее отдавал, на самом деле, он говорит, ты ее вымой хотя бы, прежде чем отдавать. Но он увидел на фото, что она в таком состоянии. Я ее вымыл, что мне нетрудно, я ее потел в тряпочке, вымыл со всех сторон. И, в общем-то, я особо ничего не чувствовал. А он, видимо, ее открыл, и там все было немного иначе. Там реально ржавые были, вот эти разъемы, куда картридж вставляется. То есть котик, видно, он прицельно попадал, потому что единственная щель, там больше некуда, на самом деле. И поэтому снаружи не особо пал. Вот. Такая штука. Да. Собственно, на этом все. Если какие-то вопросы, подходите, задавайте. Спасибо.